Правящая демократическая партия снова, как и полтора года назад, когда нужно было выразить якобы народную поддержку Плохотнюку, собирает работников госпредприятий на Кишиневский митинг. Он пройдет 9 мая, в День Победы, который молдавским парламентом в лице той же ДПМ назван Днем Европы. Редакция БТВ располагает аудиозаписью телефонного разговора. В нем один из работников АО с госкапиталом Реднорд жалуется на то, что его снова вынуждают отправляться в столицу на митинг. Голос собеседника изменен с той целью, чтобы его не узнало начальство. Можно еще раз. Короче, на 9 мая заставляет добровольно-принудительно все работники Реднорда ехать в Кишинев. Они организуют автобусы в конец города, где ресторан Ледо, ехать на Кишинев. А Кишинев зачем? Я тоже не знаю. Они какой-то митинг или даже не знают, как вам сказать. Дело в том, что несколько человек с Реднорда уже звонили и нам сообщили о том, что работников Реднорда собирают не для того, чтобы праздновать день 9 мая, а для того, чтобы праздновать день Европы и такое. Я не знаю, что это. Ну, просто поймите, это, знаете, заставляет добровольно-принудительно. Это же противозаконно. Журналист БТВ позвонил на АО Реднорд, чтобы выяснить из первого источника о планируемых мероприятиях, однако с начальством его соединять отказались. А секретарь заявила, что работает недавно и о митинге не слышала. О том, что на 9 мая ДПМ наметила свой очередной спектакль, говорил в недавнем прямом эфире на Facebook и мэр Бельс Рената Усатый. Бюджетников опять пытаются втянуть в политические игры, а священную для людей дату, День Победы Советского Народа, Великой Отечественной Войне используют в своих постановках молдавские правители. Также хочу задать вопрос господину Плохотнику. Зачем вы угрожаете людям через вашу вожимаху? Вот, например, во всех городах на севере Молдавии, такие как Дрокия, Флорешты, Рыжканы, Дандюшаны, значит, они поставили задачу, чтобы в 6 утра выезжали люди в Кишинев на празднование Дня Европы. В Бельсах они заставляют тысячи людей. Как вы понимаете, речь идет о работниках госпредприятий и о тех структурах, которые подконтрольны сегодня режиму Плохотнюка. Сегодня люди звонят массово, звонят в примарию, звонят в офис нашей партии, звонят на местный телеканал БТВ и говорят о том, что вот нас заставляет ехать нужно срочно, команда Плохотнюка из Кишинева праздновать День Европы. Но какими же надо быть конченными, вы понимаете, для того, чтобы у людей праздник, кто-то хочет на парад, кто-то в душе или дома, или на улице, хочет отметить День Европы. Оставьте людей в покое, пусть они сами решают, куда им идти. Нет, сегодня он хочет показать внешним партнерам, что он в состоянии консолидировать сегодня молдавское общество. И то, что они придумали в один день, решили праздновать День Победы и День Европы, это как бы для консолидации общества, как говорил Кандуй. Ну просто негодяй. Во-первых, моя позиция, чтобы было всем понятно. 9 мая должны отмечать все День Победы. Почему господин Пирко Тапиола, посол Евросоюза, значит он назначил прием по случаю празднования Дня Европы, по-моему на 13 мая. Посольство России 9 мая, это День Победы, логично. Почему вы, плохиши, мучаете, издеваетесь на людей, топчете ветерана Великой Отечественной войны, топчете память тех и всех тех людей, которые празднуют с детства День Победы, например, как я. Почему сегодня люди должны участвовать во всем этом грязном спектакле, потому что в очередной раз плохиш решил показать свое «я». Интересная версия действий Владимира Плохотнюка, который он предположительно собирается предпринять 9 мая, появилась на днях у Кишиневского информагентства НОЙ-НД. В статье отмечается со ссылкой на источник, который попросил не называть своего имени, что у фактического руководства ДПМ сейчас сложилась крайне сложная ситуация в Москве. Поэтому молдавская сторона и идет по пути нагнетания обстановки. Сейчас провоцировали скандал вокруг попытки принизить роль Дня Победы. После этого, уверен, последуют провокации на Приднестровском направлении, а также по линии взаимоотношения с НАТО. Наши власти хотят успеть договориться с Москвой до парламентских выборов. Тактика политического шантажа в свое время сработала в диалоге с Вашингтоном. Теперь они ее пытаются применить для того, чтобы договориться с Москвой. Но я уверен, что в отношении Кремля такая тактика не сработает. По данным, которые поступают от работников бюджетной сферы, митинг ДПМ 9 мая должен будет продемонстрировать в том числе народную поддержку инициативе Владимира Плохотнюка и президента Игоря Дадона об изменении избирательного законодательства всего за полтора года до новых парламентских выборов. Напомним, что две крупнейшие политические группы Европарламента уже выступили с заявлением по этому поводу. В ЕС говорят, что в случае, если правящая ДПМ со своим 4-процентным рейтингом все-таки продавит так называемую избирательную реформу, в Европарламенте будет поднят вопрос о прекращении финансирования Молдовы.